Всем привет, друзья, с вами Райзун. Сегодня мы с вами посмотрим матч 3 на 3 из ладера. Команда номер 1 это Висп, Код Базилио и Грейв Фертилайзер. Это, соответственно, Цари Гробниц, Клан Скраер и Империя. Против них будут играть Карка, Слепи Ченс и РДМ. Соответственно, Лесные Эльфы, Тёмные Эльфы и Воины Хаоса. Итак, вот у нас есть команда номер 1, которая состоит из преимущественно оборонительных фракций. Соответственно, вы увидите, что они будут стоять коробочкой и против них играют наступательные фракции, которые как раз-таки должны будут прорваться к этой коробочке и попытаться пробить защитную линию. Карта у нас Эсталийская Гробница. Так как это каст 3 на 3, я не буду сильно сфокусироваться на армиях вначале, на представлении. Мы просто посмотрим героев, посмотрим базовые юниты и дальше уже будем смотреть с вами бой. Итак, по лордам. У Скевина в качестве лорда предводитель воинов, как вы видите здесь на Крыса Огре. Внутри коробочки из интересного 2 пушки Крыслинга. Есть пушки Варп Молнии, есть Монах с призывом и, по-моему, здесь ещё... Да, вот, и есть отряд Мортир. У Царя Гробниц Верховная Жрица Халида на своей Змеюке, естественно, у Шепти, так как мы говорим об обороне с помощью коробочки, здесь видите, 3 отряда у Шепти, и есть Костяной Великан, плюс есть Шкатулка Душ, то есть царь взял прям мощный-мощный дальний бой. У Имперца Бальтазар Гельд, лорд со своим затаром, конечно же, обязательно с окончательной трансмутацией. Внутри стоит Темпельговский Люминарк, есть Великие Пушки и есть Охотники, которые будут помогать обороняться. Да, здесь ещё один отряд Великих Пушек. Ну, на пехоту нам в целом пофиг, здесь в таком количестве юнитов она в основном мясо, и в течение боя мы дальше уже с вами сможем рассмотреть отряды пехоты. Давайте посмотрим, что взяли у нас наступающие, ребята. Нападает Хаос, у Хаоса есть Лорд Архаон, вот он на коне, понабрал магию. Видите, голова, есть Вихрь, есть Малекит, и он взят Пеший у Тёмных Эльфов, спрятался в лесу. И есть Эльфийский Лорд, это Ворожея Ржизни, тоже Пешия. Эльф понабрал приличное количество отрядов пехоты. Давайте уже начнём, сразу начинается обстрел, то есть наступающим ребятам нужно как-то среагировать на это. Очень плотненько стоят обороняющиеся фракции, сюда бы, конечно, у Ешку какой-нибудь было бы очень приятно. Хаоситу сейчас очень не повезло, он стоит прямо напротив линии огня, и он по-любому потеряет очень большое количество войск. Здесь это как, не знаю, вот просто до носа старта Хаосит будет нести потери просто потому, что он стоит. Очень удобная наступательная позиция, как вы видите, есть у Эльфа, потому что здесь лес, можно обойти врагов сбоку и проломить фронтлайн. Проломить фронтлайн на самом деле не так уж тяжело будет, потому что сюда одна голова может зайти и просто срезать огромное количество пехоты. Обороняющиеся ребята стоят очень и очень плотно. Мортиры сейчас обстреливают бедных литийских ведьм, нападающие пока не могут нормально сориентироваться. Здесь забежали расставленные со спины крысо-волки и взгрызли один отряд тёмных панцирей. Сейчас тёмный Эльф должен будет ещё с этой стороны пройти. На самом деле коробочка хоть и вам может показаться плотной, как я уже говорил, она не самая прям плотная. Здесь всего один ряд, посмотрите, если с этой стороны Эльф зайдёт, пробиться не так уж сложно. Два отряда копейщиков, это по сути, их считайте, что и нет, их срежут только так. Сейчас главное преимущество у обороняющихся это то, что они сейчас обстреливают, а враги их пока особо не бьют. И то, что можно развалить Хаосита. Хаосита здесь никто не спасает, он пытается дойти, бросаются рабы, призывы под ноги Хаоситу. Вот пошла огненная голова, ну, кстати, не так уж сильно она зашла. Сейчас, возможно, попадёт по страже Хепры и проходит прямо между отрядами. Вот это, вот это да, невезуха. Тут, кстати, ковчег, он же, конечно, крупных разваливает только так. Великан пробит. Да, огненная голова прям идеально прошла между отрядами, никого не пробив. Хаосит сейчас подводит сюда конных метателей, но с ними охотники должны справиться. Всё очень сильно зависит от лесного эльфа, который сейчас может сбоку попытаться продавить, потому что на хаос тут особо надежды нет. Его просто уничтожили. Великан убит, всех обстреливают, пушки стреляют. И имперские, и скевинские пушки с этой стороны уже пришла Гидра. Но она поймала призыв чумных монахов, и сейчас она задержана. На неё могут переключиться пулемёты. Я вам сказал, здесь два пулемёта, на самом деле нет. Здесь варджизайлы и пулемёты. Возвышенный герой и архаон сейчас заняли позицию в углу. Эльф начинает обстреливать. Бальтазар вылетел вперёд, мог бы и огрести. Опасное дело, Бальтазар пытается обстрелять отряды эльфов, которые, кстати, идут квадратиками. Очень удобно для обстрела. Да, эльфы из леса обстреливают врагов, им очень-очень приятно. С кевина обстреливают мортирами, всё, фронт нападающих был развален. Летят гарпии, пытаются сейчас сесть на пулемётчиков. Здесь ведьмы уже набежали и должны пробить фронтлайн из клана крыс дешёвеньких. Здесь скелет копейщики, очень-очень тоненько. Всё, пробиваться должно. Бросается ещё одна огненная голова, непонятно как, ёбра, да что ж ты делаешь, Хасид. Как же он идеально не попадает. Вот, сейчас она уходит чуть... Я не знаю, как это комментировать. Что за хрень? Как голова, так мимо всех отрядов просто. Прорывается сейчас тёмный эльф. Тремя отрядами тёмных всадников внутрь коробочки. Посмотрите, сюда бы АОЕшку, да, представляете? Даже обычная стая роковая, она бы сколько набила здесь. То есть такие дорогие отряды так плотненько стоят. И прорывается эльф. Эльф добежал, у него очень сильные пехотные отряды относительно тех, которые есть у обороняющихся фракций. Сейчас взятый, поэтому эльф в ближнем бою ужасно страшен. Он сможет прям прорубить здесь на раз. Чего не хватает у тёмного эльфа, точнее лесного эльфа, так это помощи союзников. Он зажимает с этой стороны врагов, но с этой стороны никого практически нет. И соответственно обороняющиеся сейчас ребята, они могут отступить и попытаться раскатить. Им никто не мешает. Великан всё ещё обстреливает противников. Давайте мы с вами определим, где сейчас находятся лорды. Итак, Халида пока внутри коробочки. Прячется ворожея, где-то должна с эльфами была бегать. Вот она, она позади. Здесь же Архаон забежал внутрь коробочки. Его сейчас могут поймать и пробить, ему придётся убегать. Малекит у нас под обстрелом и скоро, скорее всего, погибнет. Он просто не смог дойти. Бедный Малекит. Да, до свидания, Малекита просто расстреляли. И тёмный эльф тем временем отваливается. Гидра очень неплохо здесь дрётся. Пробегают у нас лесные эльфы. Лесные эльфы не могут пробежать далеко. Точнее они могут, но почему-то это не делают. Их задерживают противники, они ведутся на один какой-нибудь отряд. Вот дешёвый пускает лесной эльф в несколько отрядов. А надо бы пробиваться. Посмотрите, какое сочное здесь... Какие сочные здесь дальники. Их можно всех просто повязать. Хаосит. Выжившие хаоситы добегают до противника. И, возможно, они сейчас помогут повязать кого-то. Гидра очень хорошо держалась. А где она, кстати? Где гидра? А вот она. Она отрегеялась и вернулась назад. Возвращается. Архаун смог выжить. Пулемётчики в упор обстреливают сейчас танцоров войны. Вот видите, эльф пробивает. С эльфом, конечно, шутки плохи здесь. Хаосит. Если бы Хаосит так не развалился... На самом деле, ладно. Хаосит развалился, это ок. Если бы тёмный эльф, который заходил сбоку, так быстро не развалился, то сейчас с двух сторон очень и очень сильно бы нападающие прижали оборону. Потому что у обороняющихся внутри коробочки был избыток дальников. Слишком большой и очень тоненький френдлайн. И обычно это сильно наказывается, когда у тебя избыток дальников. Потому что ты не можешь просто их защитить. Если твои противники тупо всеми силами. То есть просто через атаку рашем вперёд не стоять, а бежать. И ты уже победишь перегруженного обороной противника. Перегруженного дальниками. Просто потому что у тебя будет больше милишников, которые всех повяжут. Даже если милишный отряд потеряет половину моделек, вторая половина всё равно выключит полностью отряд дальнего боя. И всё. И ты, по сути, эффективно используешь отряд ближников. Практически заканчиваются здесь снаряды. У шепти с большими луками. Так много всего происходит. Архаон носится, пытается сейчас что-то бросить, что-то сделать. На самом деле Архаон отличный боец. Он мог бы здесь подраться. Но его сейчас всеми силами пытаются обороняющиеся ребята убить. И никто не вяжет Великана. Великан ещё последним снарядом очень-очень сильно попадает по Архаону. Архаон даёт огненную голову, которая... Ну... В стиле Архаона в этом бою, я думаю, попасть по... Не по кому практически. Возвращается назад Гидра. Вяжет здесь Джизайлов. Интересно, сколько вэлью будет у вражей. Она здесь и живущих внизу бросала очень хорошо. Взрывчики, по-моему, давала. Поэтому там должно быть очень-очень всё красиво набито. Вот эльф сейчас ведёт свои отряды егерей сюда. Зачем? Когда можно везти туда, где дальники. Но почему-то ему очень нравится эльфу копейщика. Он решает спасти своих лучников, в которых не осталось стрел. Ну, даже если у них нет стрел, они всё равно лучники. Им надо помогать, считает эльф. Обстреливают мортиры сейчас. Врагов мортиры весь бой стреляют. Мне кажется, они там ядом набьют очень-очень много. Блобятся сейчас защитники. Как и всегда, блобились. Никто им абсолютно не мешает. Великан готов драться в ближнем бою. Практически развалился здесь жрец Лич. Архалон всё ещё жив. Включил способность стоять насмерть и убегает. Вот это, конечно, байт. Обманул, переиграл. Все думают, что он будет стоять. А он убегает. Умён, достоин. Хитрость достойна самых лучших варбосов-орков, я думаю. Избранные богами сейчас в ближнем бою разваливают чечёбных разведчиков. Здесь несокрушимые стражи дерутся с великанами, но они развалятся. Конечно же, Архалон ловит Сияющего Мага. Его же он убивает. А Халида здесь имеет фулл ХП. Что ты будешь сделать с Халидой? ХЗ. Сейчас Темпельговский Люминарк отъезжает чуть назад. Возможно, он сможет повернуться и развалить Гидру. На Гидру сейчас у нападающих очень большая надежда. Пушки пытаются по ней стрелять, но блокирует пушкам вид предводитель воинов. Обмазался сейчас бафами, но Гидра всё равно может его пробить. У Гидры 3000 ХП, у предводителя воинов 1600. Если бы Гидра по нему стреляла, била, было бы больно. Но прилетает плюха от Люминарка. И Гидра огребла и убежала. Вот это беда. Разваливается здесь практически шкатулка. Отбежали назад в Арбджизайлы. Вернулись точнее в бой и готовы драться. Здесь Стража Хепры, с которой что-то ещё придётся делать. Было приличное количество кавалерий, на самом деле, у нападающих. И они бы могли как-то обойти сквозь дырку во фронтлайне и повязать, например, пушки. Или с Кевинс. С Кевинов можно было первых высечь, на самом деле. У них очень тоненькие такие отряды. Даже гарпии могли бы их пробить без проблем. Всё, что тут нужно было сделать, один раз попасть головой. Вот один раз ты попадаешь головой. Ой, чайник закипает. Архаон. Оп. Да, 700 хп остаётся. Чайник закипел, выстрелил. Минус Архаон. Где у нас ворожея? Ворожея фуловая. Вот это, конечно, вот это MVP боя ворожея. Ещё урон неплохой наносит Архаон. Здесь отваливается. С Кевин и бегущий по каналам. Здесь удалось с этой стороны обороняющимся раскайтить своих противников. И перестрелять всю пехоту эльфов. По сути, здесь очень много сделали снуэльф у нападения. И очень мало сделали его остальные союзники. Эльф на себе весь бой, мне кажется, тащил. Практически. Потому что он проломил... Он единственный, кто заставил противников сдвинуться. Он проломил им бок. Из-за того, что его противники просто не смогли зажать. Эльфа удалось раскайтить обороне. Всё здесь у нас заканчивается, да? Да. Вот такие дела. Сейчас мы посмотрим с вами, как по вэлью тут удалось. Естественно, не самый профессиональный бой. Но в 3 на 3, конечно, тяжело найти профессиональные рейпки. Не профессиональные, зато фановые. Удалось посмотреть нападение против обороны. Давайте смотреть с вами по вэлью. Сначала по обороняющимся. Мы с вами посмотрим, кто здесь больше всего набил. Бегущие. Это те, кто раскачивал эльфа. Они очень хорошо себя здесь показали. Пулемётчики никак. Мортиры охренительно. Ещё бы. Джизайлы тоже никак. Мортиры очень много сделали. Просто невероятно много. Пушки неплохо. Это мы Кота Базилио смотрели. Сейчас посмотрим Виспа. Так. Ушепти. 2 тысячи. 2 100. 3 тысячи. По сути, весь дальний бой на себе держал Висп. Очень-очень хорошо набивал вэлью. Грейв. Охотники. Ну, как я говорил, видите, здесь был очень-очень сильный перегруз. Вот, по сути, отряды Виспа нужны были от Империи. Требовалось бы фронтлайн получше взять. Просто нападающие, ввиду недостатка навыков, не справились с нападением. На самом деле, на мой взгляд, нападающие автоатакой бы победили, если бы одновременно просто все напали, тупо все напали, то оборона бы не выдержала, потому что, ну, потому что слишком плотная коробка. Но вот, вот так получилось у Хаоситов. Давайте смотреть по эльфу. Смотрите. Вражая. 2 300. Ё-моё. Кстати, трансмутка залетала, но не так уж сильно залетела. 2 300. Других что смотреть. Темпельгов. Да, 1500 в конце только темпельгов зарешал. Вначале тоже не так сильно. 2 300. Это здесь 1860 эльф на себя тащил. Здесь 2 200. Танцоры войны. Косарь. Мне кажется, что остальные там по нулям набили. Посмотрите, как много набил эльф нападением. Дальше. Маликит. Бедняга. Тут все отъехали. Да, да, да. Нападение, конечно. Ну, гидра одна. У темной эльфа играла одна гидра, да, по-моему. Хасид. Архаон. 2 300 умудрился набить, несмотря на то, что мазал. ПКД. Бедные избранные. Ноль. Это вообще боль. И пушка. Да, по сути, здесь был Архаон нападал. У темных эльфов там несколько отрядов. И один лесной эльф. И даже несмотря на это, нападающие были довольно близки к победе. Ну вот. Вот такие у нас интересные 3 на 3 матчи. Оставляйте свои комментарии, друзья. Что вы думаете по поводу того, стоит ли включать 3 на 3 матчи. Конечно же, я буду стараться искать более профессиональные игры. В плане того, чтобы и противники, обе стороны содержали игроков одинакового уровня. Пока что это такой пилотный касс. Для того, чтобы посмотреть, там лагает, не лагает. На какие моменты стоит обращать внимание. Здесь больше приближать. Мне иногда тяжело больше приближать. Просто потому, что я люблю видеть бой вверху. Что и где, как происходит. И когда ты приближаешься, ты вообще теряешься в ноль. Там кто как что стреляет. Но надо, возможно, как-то работать над этим. В общем, жду вашего мнения в комментах. На этом все, друзья. Всем огромное спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующих кастах. Всем пока.